Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok В середине есть, конечно, и 80, и 90 Но факт, что удлинение жизни произошло Это очень важный показатель Никто не задумывается над этим Под это можно все подсчитать Ради этого работали, развивали экономику Чтобы человек жил долго и человек жил хорошо Если его вовремя лечат Если у него хорошее питание Если он уверен в будущем расти детей Знает, что и рождаемость Никогда в Казахстане не было 450 тысяч малышей, что прождались в год. Был пиком 260. О чем это говорит? Это говорит, можно продолжать дальше. Радостно чувствовать такие вещи. Сейчас я был в северном Казахстане, в Кустынае. Посмотрел в глаза хлеборубам, которые рады, что в этом году, в год 25-летнего юбилея, у них такой урожай. У всех у нас радость. Детские пособия, которые мы даем, увеличили в 7 раз. Детей дошкольным учреждениям, по простому детскими садами и яслями, 80% детей обеспечивается. Имейте в виду, это не просто устроить детей, это очень важно. Во всем мире считают, что мозг ребенка складывается в основном от 3 до 6 лет. В это время он должен общаться с другими людьми. В это время он познает и запоминает. Поэтому дать ребенка в этом возрасте детский садик, чтобы воспитатель там чему-то учил, это очень важно для будущего взрослого человека. Вот почему я нажимаю, чтобы мы обеспечили всех малышей детскими садами. И вместе со всей страной, я сказал о всей стране, и область Акмолинская развивается. Здесь появились новые жилые комплексы, детские сады, школы, огромное количество больниц. Мы все помним сложные времена, когда закрывались предприятия, Кокшетау сам замерзал. Помните, да? Я присылал одного Акима за другим, пока мы раскачали ТЭЦ, пока мы восстановили теплоэлектростанцию. В каком состоянии был Кокшетау? Я восстановил областной центр для Кокшетау специально, чтобы он статус не потерял. Это красивые, мощные. Все это плохое было, сейчас совсем все по-другому. Вырос экономический потенциал области, увеличилось качество жизни, социальная инфраструктура. Ну, аграрный сектор само по себе развивается хорошими темпами. Только в рамках продовольственного пояса столицы, который я ставлю перед вами всегда, инвестиции, привлеченного в 85 миллиардов тенге для реализации более 100 проектов. Да, Сергей Витальевич? Сделали же вы это? За последние 15 лет аграрный сектор приобрел более 10 тысяч тракторов, зернобочных комбайнов, пассивных комплексов. Да каких еще? Самых современных, лучших мировых стандартов. Вот сами мы и начали теперь собирать все эти комбайны. Они позволяют нам быстро сеять и быстро убирать. Четверть высококачественной пшеницы страны поставляете вы. Высококачественное мясо, молоко, яйца и другую сельскую хозяйственную продукцию тоже. Промышленность тоже растет в регионе, в том числе обрабатывающая. Выпуск большегрузных автомобилей, комбайнов увеличилось. Производство урана увеличивается. Мощный импульс, конечно, дал близость столицы, уже миллионного города. Население региона получило доступ к качественным услугам. Вам не надо в Париж ехать? Вот Астана. Все в магазинах Парижа здесь находятся. Не надо ни в Германии, ни в Париж, ни в Америку. Правда? Особенно женщины хорошо знают. Ну, конечно, деньги надо иметь. Вы можете, если жена рассердится, положите в карман деньги, отправьте в Астану. Оттуда счастливый приедет. АПЛОДИСМЕНТЫ Сюда приезжают сотни туристов. Я стараюсь развивать Сучинско-Боровскую зону. Там появилась впервые пятизвездочная гостиница. Дороги мы строим. В то же время нельзя давить на экологию этого региона. Не такой большой. Но все должно быть очищено, чтобы озера были чистыми, экология была чистая. Ну и надо использовать этот регион для отдыха, чтобы люди приходили, деньги нам оставляли. Весь мир этим занимается. Поэтому вот эти сотни тысяч туристов, они оставляют деньги. Сейчас вот в связи Экспо в следующем году, мы ожидаем, несколько миллионов туристов приедет. Они все поедут сюда к вам. И это очень важно. Надо к этому готовиться. К Экспо-2017. Молодежь, как считалось, в Ахмолинской области, в виде волонтеров, будут участвовать, обслуживать этих гостей. Это тоже. И вот за такими большими достижениями, сухими цифрами стоит труд всех казахстанцев. Самое главное, мы свою жизнь строим на главном фундаменте мира и согласия всех, кто живет в нашей стране. На все сложности, несмотря которые есть, о котором говорят, вы видите, слышите, Казахстан развивается и будет развиваться на благо нашего населения. Встречая 25-ю годовщину нашей независимости, мы будем подводить эти итоги. Я везде говорю и обращаюсь к деловым людям, товаропроизводителям, нашим бизнесменам, которых создали. Мы – политика и государство. Вот сейчас настала пора нежатничать, поделиться с народом своими деньгами. То есть я хочу 25 лет. Это не только праздники, танцульки, песни. Это каждый человек, гражданин, должен почувствовать, что он это имеет. И до сих пор у нас еще есть малоимущие, инвалиды. И помогите в каждом селе, городе, районе. Посмотрите вместе с Сергеем Витальевичем Кулагиным. Соберитесь, помогите. Где-то дороги не проложены. Небольшие же это средства. Где-то клуб не отремонтирован. Где-то больнице надо помочь. Где-то школу надо отремонтировать. Где-то хлеб подвезти. Где-то воду дать. Ну, всякое. Обратите внимание, чтобы каждый гражданин почувствовал, что вот моя страна, наше юбилей 25 лет или независимости, вот я что имею. Я надеюсь, что вы это выполните. Глубоко уважаемый Настан Абишевич, позвольте кратко проинформировать вас об итогах социально-экономического развития области за 8 месяцев текущего года. В отраслях реального сектора экономики в течение года сохраняются положительные темпы развития. В промышленности индекс физического объема составил 104,2%. По итогам года достигнутый рост будет сохранен. В области реализуется 97 инвестиционных проектов на сумму 102 миллиарда тенге с созданием более 3000 новых рабочих мест. В том числе по карте индустриализации 20 проектов. Всего по карте индустриализации за 2010-2016 годы введено 65 проектов. Уважаемый Настан Абишевич, по вашему поручению в рамках программы Нур-Лыжоу в области реализуется 16 проектов почти на 4 миллиарда тенге. Выделенные средства будут освоены в срок. Введено 270 тысяч квадратных метров жилья, что на 43% выше уровня прошлого года. В социальной сфере введены 5 объектов образования, 5 здравоохранения. До конца года планируется ввод еще 8 социальных объектов. По итогам года в системе дошкольного образования будет создано 3000 мест, что позволит довести охват детей до 95% от 3 до 6 лет. В этом году в области создано около 9 тысяч новых рабочих мест. Уровень общей безработицы составил 4,9%. В текущем году по дорожной карте занятости 2020 выделено 6,4 миллиарда тенге. До конца года будет освоено 100% средств. Более 5000 окмолинцев получили участие в дорожной карте. Занятости 72% из них трудоустроены на постоянные рабочие места. Средняя зарплата выросла на 15%. Инфляция составила 104,1%. Цены на товары первой необходимости стабильные. Проводится их постоянный мониторинг. Подготовка отопительного сезона завершена. Создан трех месяцев запаса топлива бюджетных организаций. По итогам 8 месяцев Ахмолинская область достигла неплохих показателей по основным индикаторам. Набранные темпы социально-экономического развития будут сохранены до конца текущего года. В области продолжается уборочная кампания. На сегодня оболочено 3,6 миллиона гектар зерновых, что составляет 82% в уборочной площади. Валовый сбор составил 4,7 миллионов тонн, средняя урожайность 13,1 гектара. При благоприятных погодных условиях уборка будет завершена к концу месяца. Уважаемый Настан Набишевич, за годы независимости в области, как и во всей стране, произошли позитивные социально-экономические перемены. Реализуемые государственные программы обеспечили устойчивый рост экономики региона. Валовый региональный продукт области вырос в 11 раз и составил 1,2 триллиона тенге. Доходы от Молинца возросли в 10,2 раза. За годы независимости в области открыто более 530 дошкольных учреждений, что позволило довести показатель охвата детей, как я уже говорил, до 95%. В 1999 году этот показатель не превышал 8%. За эти годы в области построены 40 новых школ на 15 тысяч мест. В сфере здравоохранения открыты 34 новых объектов. Продолжительность жизни Акмолинцева увеличилась на 6,5 лет и составила 72 года. Уважаемый Настан Набишевич, благодаря проводимой вами политике мира и согласия, общественно-политической ситуации в нашем регионе остается стабильной и прогнозируемой. Разрешите от имени Акмолинцева, заверить вас, что мы приложим все силы для выполнения поставленных вами задач и достойно встретим 25-летия нашей Родины. Я вот сидел и вспоминал такой случай, уважаемый Настан Абишевич, 90-е годы. Когда в стране нашей, в Казахстане, ну что называется, все в один день, все остановилось. Сверху, донизу, снизу, доверху. Не было ни воды, ни света, ни товаров народного потребления. Не давали пенсию, не давали заработной платы. Я помню, как вы с глазу на глаз, что называется зрачок-зрачок, говорили с народом. И это было так тяжело, это было так мучительно для всех. Но я думаю, что больше всех было трудно вам. В такой момент, я точно говорю, любой другой мог бы растеряться, напугаться и пойти по другому пути. Я должен сказать, что за годы независимости в нашей стране, без преувеличений, можно сказать, как вы сами правильно сказали, сделано столько, сколько в других странах делалось в течение многих десятилетий. В свое время, Нурстан Абишевич, вами была поставлена такая задача не только восстановить сельское хозяйство, но и полностью модернизировать, перейти на новые технологии производства молока, мяса и другой продукции. И к тому же, к 2020 году увеличит производительность труда в 4 раза. Это у нас получилось, конечно же, благодаря огромной помощи государства, пристальному вашего внимания. Уважаемые Нурстан Абишевич, мы, Акмолинцы, однозначно связываем стабильность, мир, дружбу в нашей стране только с вашим именем. Жители сельской местности особенно благодарны вам за меры, направленные на развитие и поддержку аграрного сектора экономики, специфику которого вы очень хорошо знаете. Начиная с 90-х годов и до сегодняшнего дня вы всегда находили время лично вести диалог с представителями трудовых профессий, смогли донести до каждого казахстанца идею создания передового динамично развивающегося цветущего государства. И за это от имени нашего кооператива и от всех казахстанцев Коптен Копр Ахмед огромное вам спасибо. Аплодисменты Аса Меркевеллины Носултан Агышылы. Сіздің Салихалы, Саятағыздың арқасында еліміздің экономикасы қарқылы дамып кілет. Менің еңбек жолым қыр жыл тек қана ауылда дейхан болғанқтан ауыл шаруашылына көрсеттіп түргін қолдауыңызға біз ризамыз. Бүгінгіні ауыл шаруашылында құрылымдар мемлекеттік субсидия несе алып өз шаруаларын мұғайтуда. Бұлар еңе қалықтың әлі қатын артырғы үлкін көмек. Сіз өзіңіздің бәға жетпес қарғылы еңбекіңізменен Қазақстан қалқын егеменді еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдық шыңына кетелеп кересіз. 30 тәуелсіздігі жылдары Қазақстанды Қазақ қалқының Қазақтың кімекен бейбітшіл мейілімділігін дүниер жүзіне жер шарына таныттыңыз. Соның бір мысалы полигонды жауып атым қаруынан бастарып қаныңыздың өзі жалпы әлемге тастаған бір оранымесіпе. Бәрін мен түгіндей алмас пын әрине қалық бәрілігін білет. Сондықтан Қымбаттың ұрсултан әбішілі. Сізге айтар алғысымыз шексіз. Яне алдағы уақытта қалқымызға ырынаған еңбеңізде зор табыс тілейміз. Дина Жоламан, чемпионка Меріпі боксу. Құрметті Құрсултан әбішілі. Сізді бүкіл әкмолалық спортшыларын атынан төйесіздігіміздің кележатқан 25 жылдығымен құтықтаймын. Құрметті 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 ұрметті үрміздің ұрын үш құрметті үшілі. Очень важный год для спортивной общественности всей планеты. Это год, как вы знаете, Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. За выступлением нашей национальной сборной команды с трепетом следил весь народ. Всем сердцем, собравшись в один кулак, болели за своих товарищей. Поддержка народа помогает нам найти в себе силы, энергию, когда, казалось бы, их уже нет. И медали, которые украшали наших спортсменов на Олимпийском пьедестале, я думаю, тому доказательство. Этот год стал знаменательным и лично для меня. Принимая участие на чемпионате мира по боксу, который проходил в столице нашей Родины Астана, я завоевала звание чемпионки мира. Рахмет, Рахмет. Стоя на пьедестале, положив руку на сердце, когда звучал гимн и поднимался в флаг страны, меня переполняла, конечно, гордость. И слез не могла я сдержать. Мне 23 года, я родилась в независимом Казахстане. И хочу выразить благодарность своей стране за то, что вырастила меня и сделала из меня чемпиона. Спасибо большое. Молодец. Ну, Шустан Абишевич, казахстанские спортсмены занимают высокое место в мировом спорте. И вы однажды сказали, что если каждый казахстанец будет ставить перед собой цели так, как это делают наши спортсмены, мы не только войдем в тридцатку сильнейших стран мира, мы будем, мы пойдем еще кушать. Не дай бог, чтобы эти слова дуэс. Спасибо. Хорметил Эльбасы, меним бабкерим Александр Высоцкий бізге аркашан айтады. Кыздар истеринге сақтандыр. Жалғыз, бірақ саусақты сындыруға уңай. Бірақ тастай жудыруғты сындыруға уңай емес. Сондықтан бәріміз бір мүқты жудыруғтай болып, сіз айтқанғыздай мәңгілік елді бірге жасайып. Бәрің үшіндерің жудыруғы сенін жудыруғыңдай болса? Онда кақтырамыз. Халқыма бірлік сізге ден сауыртылим. Рахмет. Да, рахмет. Двадцать три года достичь таких результатов, это великий результат великого труда. Думаете, просто так? Спортсменам стать до такого уровня. Никто не хочет сдавать первое место. Все тренируются. Один раз стал чемпионок омир, теперь ты продолжай, потому что те тоже тренируются к следующим битвам. И вот это большой пример для молодежи. Смотрите. Маш, и спортсмены уже в тридцатке. Двадцать второе место заняли на олимпийских играх. Уже в тридцатке. Дорогой Инус Рултан Абишевич, я очень рад вас сегодня видеть. Каждая встреча с вами – это огромное событие не только для меня, но и для всей моей семьи. Моя дочь встречалась с вами. Моя жена просто без ума от вас. Во время каждой моей встречи с вами я заряжаю свои батарейки. Заряжаю вашим спокойствием и уверенностью, вашим даром видеть на сто шагов вперед вашей энергии будущего. Этот год очень знаменателен для меня. Прежде всего тем, что 25 лет назад я закончил школу и сделал первый шаг в взрослую жизнь. И вся моя жизнь развивалась вместе с Казахстаном. Первые шаги были трудными, порой болезненными, ведь нужно было жить по-новому, самостоятельно, независимо. Женился, родились дети, работал, появлялись коллеги, партнеры. Семья росла, нужно было думать об увеличении жилплощади. А потом мы задумались об образовании для своих детей, ведь от этого зависит их будущее. И точно так же вынул Султан Абишевич, как отец. Растили молодой независимый Казахстан, развивали отношения, зачастую непростые, с соседями, строили красавицу Астану, посылали детей своего народа во все уголки земли на учебу, потому что знали, от этого зависит наше будущее. Спасибо вам огромное за это. 2016 год знаменателен для всех казахстанцев, конечно же, прежде всего тем, что это год 25-летия независимости. А для поляков Казахстана он имеет особое значение, потому что 80 лет тому назад моих предков депортировали в бескрайнюю казахстанскую степь. Мы выжили только благодаря своей вере, трудолюбию и большому сердцу казахов, которые научили нас любить эту землю. Сегодня мы твердо стоим на своих ногах, воспитываем детей и внуков, строим планы на будущее и вместе с тем строим наше государство. Мы имеем возможность учить своих детей родному языку и истории, делиться своей культурой. Во время вашего недавнего визита в Польшу в городе Краков находилась группа казахстанской молодежи на отдыхе, которая с очень глубоким уважением и радостью могла рассказать и делилась своими впечатлениями о своем президенте, о вас. Мы, казахстанские поляки, не только естественный мост между Казахстаном и Польшей в сфере культуры, но и в бизнесе. Изучив концепцию ЭКСПО, я принял решение развивать энергоэффективность и экологичность транспорта. Для этого я прошел обучение в Польше на одном из самых передовых предприятий в сфере газификации автомобилей, открыл в Кокшетау то интерсервис Кокше и теперь переоборудую наши автомобили. Тем самым привлекаю в Казахстан новые, самые современные технологии и открываю новые рабочие места. Но, Султан Абишевич, хочу пожелать вам крепкого здоровья и терпения, чтобы вы вели нашу страну к процветанию. А мы вас всегда поддержим. Недавно я совершил визит в Польшу и с большим почетом, уважением они меня принимали, вспоминали о поляках в Казахстане. Я сказал, это наши граждане. Это не ваши поляки, это наши, казахстанские. Но человек живет 80 лет, исполнилась депортация и многие поляки и ученые, поэты, историки оставили очень много письменных доказательств поездки по казахстанской земле. Это как история сейчас изучается. Вы член ассамблеи, знаете, какое у нас отношение между нашими этносами, как я их поддерживаю. Я являюсь председателем ассамблеи, как вам известно. Поэтому все, что мы сделали, о чем мы сейчас вам докладываем за 25 лет, на одном твердом фундаменте мир и согласие, взаимопонимание всех, кто здесь живет. Вот это кредо, этого надо придерживаться. Большое спасибо всем за добрые слова, которые вы сказали, мой адрес. Я такой же человек, как и все вы. Конечно, мне это лестит, мне это приятно. Наверное, не за красивые глаза это говорится. Что-то я сделал для Казахстана, для каждого из вас, для всего нашего народа и не только для Казахстана. Мы стараемся мирить всех людей в других странах. И это получается, нас уважают. Интернационализм, дружба, согласие, братство. За счет этого мы достигнем больших успехов. У нас есть программа индустриализации, Нурлужол. Главный план – войти в число 30 самых развитых государств. Вот эта цель, мы туда двигаемся, мы вместе этого достигнем. Спасибо большое. Благополучия. Каждой семье, каждому из вас, вашим близким и родным, я желаю крепкого здоровья и благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова